Мой сын без ушей. Так сложилась судьба, что у Тимура нет ушек и нет слуховых проходов. Когда сказали нам с мужем, что у нас будет мальчик, муж был на седьмом небе от счастья. И вот наступил тот долгожданный день, когда Тимур появился на свет. Медсестра сказала, о боже, у ребенка нет ушек. Это вызвало у меня сильнейший шок. Приехав домой, мы приняли с мужем решение, во что бы нам это ни стало, подарить слух и подарить ушки Тимуру. Но беда вновь постучалась в мою дверь. Когда Тимуру было пять месяцев, муж разбился в автокатастрофе по вине пьяного водителя. Земля уходит из-под ног. И я задаюсь постоянным вопросом. Зачем? Почему? Почему именно со мной? Тогда у меня полностью опустились руки. И я не знала, как дальше жить с глухим ребенком. Бог подарил мне ребенка. Это моя опора, моя жизнь. И я сделаю все возможное, чтобы вернуть Тимуру слух и подарить ему красивые ушки. И я должна, я просто обязана помочь своему единственному сыночку. Слышать хочу, чтобы он вырос, как все здоровые детки. Ходил в школу, разговаривал, читал, писал. Был, как все. Я не могу оставить его в вечной тишине. Я стала искать врачей, где можно сделать Тимуру операцию, чтобы восстановить слух и ушки. Я узнала про американских врачей, которые смогут спасти слух и восстановить ушные раковины Тимура. В 2016 году врачи приезжали в Москву на конференцию. Посмотрели Тимура и сказали, что Тимур кандидат на операцию. Это единственные врачи в мире, которые смогут помочь Тимуру восстановить слуховой проход, сделать барабанную перепонку и восстановить ушную раковину. У них уникальная технология. С помощью импланта Медпор, пористый полипропилен, они сделают ему 3D-ушка и восстановят слух до 100%. Эта операция очень дорогостоящая. И вот уже на протяжении 10 месяцев я собираю деньги на эту операцию Тимуру. Таких комбинированных операций нам предстоит 2. На оба ушка. Мне очень тяжело просить у людей помощи, но я прошу. Я прошу и умоляю помочь всех неравнодушных, добрых людей, помочь спасти слух Тимуру. А возможно и жизнь. Потому что при таком диагнозе велика вероятность появления холестеатом. Это опухоли, которые могут расти в сторону головного мозга. Пожалуйста, помогите моему единственному сыночку почувствовать больше счастья. Счастья, слышите все, что происходит в нашем с вами мире. Субтитры создавал DimaTorzok